Здравствуйте дорогие зрители, с вами канал Legend Gaming и по вашим просьбам я выпустил описание сюжета Санды. Оказывается оно разделяется на две части, первое это кристалл, что очень очевидно, и второе это предметы в виде дневника. Описание кто такая Эш у нас отсутствует, поэтому используем наше воображение. Наша главная героиня это археолог, которая блуждает по просторам развали в кустыне. Совершенно неожиданно она находит портал, который засасывает ее в другое измерение. Очнувшись, мы оказываемся в лесу и после попадаем в крам, тетра гексоэта. На протяжении всего пути он рассказывает нам историю этого мира, т.е. всячески нас развратить темными осколками. Первый осколок особо нам ни о чем не говорит, только про хранителя жреца и искажение этого мира после войны. Во втором говорится, что Валькирия решила вторгнуться в земли Исхатона ради богатства, но главный жрец защитил их. Но главный жрец защитил их. Третий, еще интересный. Он говорит нам о том, что технология Валькирии разрушительны, а и Жрец не смог защитить город. И тут мы видим первую зацепку в виде доминиона, его мы встречаем на первом основном боссе. И кстати, этот Жрец был единственным человеком, которого мы повстречали в данной игре. В городе Валькирии мы узнаем, что Жрец был побежден, а город их осквернен. И нам намекают на то, что Исхатон решился сделать то, что разрушило этот мир. Следующая часть меня и вовсе шокировала. Один из Валькирий проник в безопасную территорию Исхатон, в место, где прятались женщины и дети. И стены этого места окрасились в цвет крови. Исхатон был в ярости, и они решились на последний шаг. Эммит Нельсон, так звали бывшего человека из Валькирии, который разрушил Исхатон. Он появляется в виде босса, которого вы уж точно надолго запомнили. И в последней части мы понимаем, что Исхатон проводил древний ритуал, возможно по сдерживанию фитра Гекса Эдра. Я так подумал, потому что был диалог. Это мой дом. И мы наблюдаем, что его дом очень похож на святилище. А точнее то, что от него осталось. И после того, как ритуал был прерван, вся его сила выбралась снаружи. Жители были обращены в страшных чудовищ. А двенадцать уничтожили друг друга. Остались только роботы, чудовища и руины. В этом же случае, я так думаю, потому что каждый раз поглощая силу темных кристаллов, мы шаг за шагом превращались в чудовища. И так как Тетра Гекса Эдру нужен был сосуд, он нас использовал. Вы можете наблюдать это по хорошей и плохой концовке. И кстати, последний жрец, возможно, Курхал Мирах, которого мы убили, был единственной основной зацепкой этого мира. Но, к сожалению, он сошел с ума. Всем большое спасибо за просмотр видео. Если вам понравилось, ставьте лайк. И напишите, что бы вы хотели увидеть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!